Шанс того, что будет всё негут, тоже присутствует. Всё, держим пальчики. С деньгами сейчас стало довольно туго. Бля, ну короче, знаете, это какая-то жопа. Сейчас очень сложная ситуация, как вы сами понимаете. Пишем договор купли-продажи. Друзья, всем привет. Как дела? Ну что, как вы помните, в последних двух сериях я что и делал, то попадал на бабки. И я купил неудачный Мерседес за полтора миллиона рублей, который в итоге не восстановить. У меня на Porsche сломался двигатель. Его замена для меня, честно говоря, фатальна, потому что там цифра от одного миллиона рублей, если искать моторы. Но у нас есть и хорошие новости благодаря вам. У нас 10 тысяч подписчиков. И спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете, ставите лайки, пишите комменты. Очень крутые. Я всё читаю. Извините, что я не всегда всем отвечаю, потому что действительно мало времени. Но, скажем так, с вами мне гораздо комфортнее, я чувствую себя, я не знаю, вигней сильнее, что ли. Ты, кстати, вот этот человек. На прошлом видео оставил больше всех комментариев. Я тебя жду. Ты здесь движешься бесплатно. Но если ты не из Москвы, я переведу тебе деньги на карту. Напиши, пожалуйста, со своего аккаунта, свою почту. Я обязательно тебе напишу, и мы договоримся, как мы поступим. Ну что, всем интересно, чем же закончилась эпопея с Поршем. Что я решил делать, сэкономить, либо пойти по дорогому пути. Также, что в итоге я стал делать с Мерседесом. Всё, в этой серии увидите. Приятного посмотра. Погнали. Друзья, всем привет. У меня есть хорошие новости. Мне, наконец-то, приехали запчасти на Порш. Там не хватало буквально четырёх позиций. И вот они мне их привезли. Его стопорцепили, прокладка, какое-то уплотительное кольцо. Всё остальное, вроде как, уже должно было приехать. Я очень надеюсь, что всё сложится как надо. Мотор мы в итоге решили полностью не вскрывать. Потому что, вроде бы, как все кусочки, которые остались от болта, мы нашли. Если все сложить в кучку, получается как раз эта шапочка. Насосы, вроде, тоже не пострадали. Но это просто более рационально. Это, ну, я потрачу 15 тысяч рублей. И сразу, как бы, убежусь, всё ли хорошо, или нехорошо. Но просто вскрывать мотор. И сейчас заказал всяких мелочей общей сложности на 70 тысяч рублей. Плюс сама работа, плюс турбины. Ну, в общем, там уже такой бюджет не маленький. А если всё-таки мотор вскрывать, там, ну, уже будет много. Потому что захочется поменять колечки, маслосъёмные, не знаю, вкладыши. Ну, короче, захочется обновить всё. А это, сами понимаете, бюджет там 500 и больше. В общем, еду в сервис, сейчас посмотрю, как там поживает моя тачка. Ну что, он стоит пыльный, грязный. Блядь, ну, короче, знаете, это какая-то жопа. Вот меня сейчас опять сервисы стали грузить. Мне сначала сказали одну стоимость работы. Сейчас мне говорят, там ещё мы снимем масло-бак, ещё снимем то, ещё снимем всё. Ещё, мол, не дадим никакую гарантию. А ещё вот, закажите вот эти прокладки. Блядь, я, я вам тебе говорю, я устал от сервисов. У меня, блядь, блядь, ну, просто уже нет сил. Вот я куда-нибудь приеду, мне, сука, трепет нервы. Я, блядь, заказал все запчасти, все прокладки. Нашёл эту муфту, отвёз турбины. Не понимаю я вот, как вообще с этим бороться, если честно. У кого-то есть рецепт? Бесит то, что, ну, мы вам не даём никакую гарантию. В смысле? Ну, то есть, мне сейчас соберёте мотор, он жахнет, вы мне не даёте гарантию. Скажешь, что он жахнул за меня. Ребят, не знаю, что делать, я прямо устал уже от этого. Реально, блин, куплю себе гараж и буду в нём сам делать все свои машины. Поставлю подъёмник. Жопа, всё. Пока. Я приехал сейчас встречаться с человеком, который мне чинил турбины. Ну, в общем, вот я их забрал. Сейчас вам покажу. В общем, вот так они теперь выглядят. Ой. Всё чистенькое, свеженькое. Как я понял, мне перебрали вот эту штуку. Или картридж. Ну, соответственно, её покрасили, почистили. Ну, в общем, я надеюсь, что всё будет гуд. Я их завтра с утра отвезу в сервис. И приехали абсолютно вроде бы как все запчасти. И завтра ребята начнут собирать мотор. Ну, и, по идее, на этой неделе тачечка будет готова. Держите за меня пальчики. Ну, я сам за себя их держу. Надеюсь, что всё будет ток. Я приехал в сервис. Наконец-то. Ой. Сейчас отнесу турбинки. Спрошу, как дела. Обещали сегодня начать делать тачку. Сейчас посмотрим, начали ли её делать или нет. Вот мои турбинки. Чистенькие, новенькие, классненькие. Ну, что, пойду всё узнаю. Ну, что, я в сервис. Я сейчас сюда приехал, привёз турбины. Здесь ни одного нет мастера-приёмщика, никого главного. Никто ничего не знает. За машину так и не взялись. Приехали запчасти, приехали, никто не знает. Звонить некому. Ну, что-то, блин. Очень хороший сервис. Ну, в плане там механиков. Ну, вот, всё остальное, блин, опять он начинает удручать. Блин, или я доёбистое? Как вы думаете? Пишите комменты, доёбистое или нет. По полной перебрали. И внутри там что-то, и снаружи, и что-то расточили. Да. Ну, всё, спасибо. Я не знаю, мне тогда кто-то должен позвонить, и вроде как всё есть, его можно начинать собирать. Ну, да, машину. Всё, спасибо. Спасибо. Покеда. Ну, что, турбину отдал? Уже завтра начнут что-то делать. Ну, вообще, я надеюсь, мне позвонят. Потому что я просил их мне позвонить, чтобы мы приехали и подсняли всю эту историю. Ладно, завтра-позавтра сюда ещё приеду. Всё это будем снимать, я надеюсь. А вам всё покажу. Пока. Сейчас мы едем в Херес, где стоит Порщ. Вроде бы как, там стали собирать двигатель. Там уже мне сказали, что поставили крышки. Наладилась погода в Москве, плюс 20. Светит солнышко, это поднимает настроение. Плюс сборка двигателя идёт. И, возможно, на этой неделе тачку уже поставят на ход. Я очень надеюсь, что всё будет гуд, и у нас там не будет трэша. Потому что я пошёл по сценарию более упрощённому. И вроде как более рационально. Но мы сейчас приедем в сервис. Я вам это более детально всё расскажу. Что сегодня ещё по плану? Ещё мы сегодня заедем к Мерседесу. Я заказал манипулятор. И мы будем его переставлять в гараж. Это будет целая эпопея. И там начнём его разбирать. Ну, и я вам тоже расскажу свои мысли на эту тему. Спасибо, что смотрите. Всем хорошего дня. Поехали. Мы приехали в сервис, где мне чинят двигатель на Порше, который я собирал полгода из говна и палок. Я его собрал. Но, к сожалению, он меня подвёл. У меня что-то сломалось в двигателе. В общем, пойдёмте. Я вам всё покажу. Расскажу. И поговорим с механиком, который перебирает мотор. Блин, погода ещё кайфовая. Блин, сегодня буду покататься так. Хотя, может, на байке что-нибудь покатаюсь. Не знаю. Ну, в общем, что по итогу. Сняли два насоса. Там нашли стружку. Её вычислили. Сняли масло в бак. Там стружки не оказалось. Сейчас поставят мотор. Такой у нас план. Залить масло. Дать ему поработать. Прогреться. Заглушить. Вытащить масляный фильтр. Посмотреть, есть ли ещё стружка. Ну, в общем, произвести одну ещё замену масла. Убедиться в том, что там больше ничего нет. Ну, и, собственно говоря, если там не будет стружки, значит, всё ок. Меняем ещё раз масло. И я, соответственно, на нём еду кататься. Ну, в общем, всё в целом довольно быстро происходит. Стоят свежеопремонтированные турбины. Так что машина... У меня просто периодически вылетала ошибка по правой турбине о том, что там что-то с актуатором. Теперь, надеюсь, этого не будет. Ну, в общем, что, держим пальчики. Результаты я вам расскажу. Продолжение следует... ...рублей, с которым я встрял. Вы все это уже видели в предыдущих двух выпусках. Ну, в общем, я долго думал в итоге, что с ним делать. Приезжали спецы, смотрели, можно ли варить четверть. Вроде можно. Ну, короче, много геморроя, время. С деньгами сейчас стало довольно туго. Ну, в общем, я принял решение разобрать эту машину. Я продал с него салон за 290 тысяч рублей. Ну, и вроде как мне осталось отбить миллион 210. Но пока вот сколько вот прошел месяц, особо чего-то звонков нет. Но, в любом случае, тачку надо разобрать. Я нанял манипулятор. И мы будем заниматься тем, что загоним его в гараж. Что будет не очень просто. Сейчас будет целая свистопляска, я так понимаю. Ну, и начнем его разбирать, чтобы был абсолютно голый кузов. Чтобы, если вдруг кто-то позвонит и захочет купить, я не знаю, дверь, молдинг, ковер. Ну, в общем, чтобы я уже мог его раскидывать. Ну, и жду ваших комментов на тему того, как вы думаете, правильно я делаю или неправильно. Ну, в общем, начинаем. У меня друзья купили себе манипулятор. Я уже вам про них говорил, пользовался их услугами. Теперь мне будет попроще покупать такие битые машины. Ну, и если, в общем, вам тоже нужно что-то в Москве перетащить, я вам внизу оставлю ссылку. Звоните, ребята. Продолжение следует... Сейчас даже я обосрался. Ну, что, друзья, мы загнали кузов в гараж. Это было не очень просто. Как видели, мы прибегнули к помощи манипулятора. Сейчас я переоденусь, притащу свой инструмент, и мы с Сережей начнем ее дербанить. Ну, что, у нас по плану снять мост, потолок, проводку, всякие блоки. Двери мы пока оставим на машине. Их я сниму уже потом на улице. Там, ну, не сложно. В общем, начинаем работать. Если кому-то нужны запчасти на 222, пишите, пожалуйста. Поехали. Кстати, друзья, тут видите, стоит какая прекрасная зеленая машина. Это Гильдваген 96-го года. Она полностью отреставрированная. Ну, как, здесь меняли кузов, красили в зеленый матовый цвет, реставрировали раму, мосты. Сейчас она без двигателя, без салона. Ну, вообще, тут поступило предложение эту тачку, скажем так, восстановить и довести до правильного состояния, до ума. В общем, он такой полусобранный. Здесь вот перешиты сидения, уже стоит торпеда, не хватает каких-то мелочей, потолка. Отсутствует двигатель. Отсутствует он при причине того, что мотор был уставший, купили контрактный, тоже его скрыли, оказалось, что он не очень. И вот поступило предложение, не хочу ли я взять себе такой проект и довести его дома. Если вам это будет интересно, напишите, пожалуйста, комменты. И если будет много комментов за, то как только я разберусь со своими проблемами, начну продавать Мерседес, починю Порш, что-то сделаю со своим геликом, я обязательно за него возьмусь. Ну, или буду делать параллельно, потому что, на самом деле, такой гелик я сам всегда хотел себе. И, возможно, я его, кстати, даже куплю. В общем, пишите плюс комменты. Ваше мнение очень важно для нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как-то работа кипит, мотор ставится. Сейчас, может быть, мы сейчас стартуем, попробуем успеть подснять, как там дела. Ну, заодно поболтаем чуть-чуть. В общем, вот, поехали. Ну что, друзья, мы вернулись в Поршу. Сегодня, как видите, суетливый день. Мы мотаемся туда-сюда, разбираем машину, таскаем ее на манипуляторе. Но, по идее, ставят мотор. Пойдемте посмотрим, как там что происходит. Что происходит? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...